Дорогие друзья, всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале и сегодня я делаю для себя что-то беспрецедентное, а именно за два дня я снимаю два полноценных еще на такую очень-очень непростую тему видео. Во-первых, я хотела начать с благодарности, у меня тут скотч в руке, детский Элькин скотч, потому что я выписала для себя несколько тезисов, потому что я понимаю, что обычно это моя фишка, это мой стиль, это мой талант. Говорить обо всем и сразу, но очень многих это путает и это путает, если честно, на самом деле меня тоже, потому что я в прошлом видео, кстати, если вы его не видели, если вы видите меня впервые, то привет, меня зовут Оля и я живу в Израиле и в прошлом видео я немножко описала наш месяц, месяц октябрь, я назвала это видео самый сложный месяц в моей жизни. Я на самом деле, опять же, еще раз повторюсь, как и в прошлом видео, эти видео не нацелены на какое-то продвижение и на какую-то, не хочу сказать славу, но просто эти два видео сегодняшнее и то, которое я залила на канал 7 ноября, и это был ровно месяц с начала войны у нас в Израиле, эти два видео нацелены на просто разъяснение и на мое видение вообще этой ситуации и это только для своих, эти видео для моих, для людей, которым не безразлично то, что я делаю, то, как мы живем и что я об этом думаю и вообще. Вот, и те люди, которые разделяют со мной мою точку зрения и вообще мое видение мира, поэтому, если вам эта тема интересна, сегодня я буду говорить о том, немножечко о первых днях войны, что с нами было, как это мы все проживали и что происходит сейчас, и мои какие-то философские, может быть, даже, может быть, даже размышления на эту тему. Во-первых, я хотела начать свое вступление со слов благодарности и я абсолютно не думала, что будет поддержка, хотя есть очень-очень-очень много людей, которые требуют эту поддержку больше, чем я лично и вообще, но в любом случае я хочу выразить огромную благодарность и обнять всех и каждого, кто написал мне, хоть даже просто сердечко поставила, я просто знаю этих людей. Есть люди, которые новые, которые написали, которые тоже поделились своими переживаниями и то, что происходит, в частности, девочки из Украины, которые просто, ну, там люди живут в аду, которые я обозначила, которые происходят у нас в Израиле на протяжении месяца, там люди уже живут больше, чем полтора года, и там ситуация намного-намного хуже и намного страшнее, страшнее и намного, не хочу сказать ярче, но именно вот это, там действительно очень-очень-очень все плохо, и я очень прошу, чтобы вообще это все уже прекратилось, потому что enough is enough, потому что уже хватит. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто мне написал, и я еще даже сегодня, сегодня у нас какое число, сегодня у нас 9 ноября, вот буквально позавчера я сняла это видео, поэтому я сказала, что для меня это вообще не присуще, и для меня это такое, ну, я просто взяла себя, посадила сюда, на самом деле, вот прям силой, никакая музыка мне не пришла, потому что у меня на канале написано, что видео выходит при поддержке музы, музы у меня нет, но может быть это можно и назвать музы, потому что очень-очень много здесь сидит всего, а люди, которые ведут YouTube, они в большинстве своем просто любят высказнуться, любят выговориться, поэтому я одна, я из тех людей, которые, в принципе, тоже вот позволили себе такую роскошь и ведут YouTube канал, и просто мы разговариваем на все темы, которые меня волнуют, которые меня интересуют, которые мне интересны, и тем самым я расширяю свой круг людей, которые меня окружают, которые смотрят все, что я вещаю, и тем самым вот такое вот у нас происходит общение. Так вот, я, в принципе, человек, который придерживается, знаете, вот этого, даже, я не знаю, как это сказать, не поговорка, а друзья познаются в радости, если вы подумаете над этим выражением, то вы поймете, о чем я говорю, очень хочется поддерживать и очень хочется радоваться за друзей, именно за какие-то классные штуки, за что-то, за что именно порадоваться, потому что, ну, когда плохо, то человек такая, человек такая вот натура, да, в общем, нам легче пожалеть кого-то, чем порадоваться за кого-то, ну, давайте, если так вот, чтобы порассуждать, но в любом случае, я благодарю всех, кто мне написал, конечно же... Я точно так же хочу выразить слова поддержки в ответ всем, кому она нужна, вы не одни и говорите, самое главное, это говорить, не держать в себе вот эту вот боль и вот эти страдания и слезы, это очень даже хорошо, это очень хорошо выводит из нас всякие разные плохие вещи, которые не должны сидеть в нас. Не зря говорят, да, что женщины живут дольше мужчин, потому что они себе позволяют плакать. Итак, давайте же вернемся в начало, то есть в начало вот этого всего, балагана, как мы это называем в семье, балагана в кавычках. Я немножечко так все сумбурно вам рассказала, ну, давайте, если вы не видели первую часть, то я ее залинкую под этим видео, если вам интересно, да, что вообще происходило с нами, то, пожалуйста, можете просмотреть и не прослушать, там смотреть нечего, можете просто слушать, можете просто включить наушники и слушать. Точно так же, как и это видео, оно полностью балагическое, я ничего не буду здесь не показывать, ну, кроме разве что себя. Вот, и давайте немножко вернемся туда в тот день, 7 октября, как я уже говорила, у Ильяна был день рождения, мы планировали пойти просто в ресторан, естественно, мы никуда не пошли, потому что, во-первых, нам очень было страшно. Вообще, до сих пор, конечно, это происходит, я имею в виду, что мы начали закрывать дверь входную, ну, это, конечно, странно звучит, но, например, если ты выкидываешь мусор обычно, да, то есть идешь выкидываешь мусор, обычно дверь не закрываешь, там, на замок, да, либо же там ты можешь, если ты знаешь, что там, например, кто-то должен прийти, то дверь тоже открывается, и мы так были напуганы, мы так были просто в таком диком, дичайшем стрессе, сейчас мне, если честно, мне немножко сложно возвращаться назад, потому что все, кто меня знают, они знают, что я в прошлом копаться не люблю, я боль, даже не могу сказать ненавижу, но я не люблю это дело, я не люблю вспоминать, мне вот этого нет, нет у меня вот этих вот, как-то сказать, как это слово называется, вот эти ностальгии, я вообще человек не ностальгический, и я как-то думала себе, думала, может быть, я буду снимать вот это все, запечатлеть каждый день, когда у меня разные такие всякие разные эмоции приходят, потом я себе поняла, что очень хорошо, что я это не снимала, потому что вот в эту вот, вот этот негатив и вот то все страшное, что я испытывала, и это еще сдокументировать, и это еще куда-то выставлять, думаю, ну его нафиг, зачем мне это все, поэтому я очень, кстати, довольна то, что я взяла вот этот вот месяц, а вообще понять, что происходит, и только лишь через месяц я вот начала что-то из себя, грубо говоря, вынимать, может быть, даже и не грубо говоря, а именно вот так оно и происходило, я начала вот это вынимать и говорить и разговаривать, так вот, в этот день, 7 октября, мы думали куда-то пойти, но все равно, да, то есть я приехала Ярика мама, приехала, была моя мама дома, соответственно, и мы хотели хоть как-то, хоть как-то, ну даже не сказать отпраздновать, потому что когда вся страна просто в ауте, в шоке, но все равно у нас есть ребенок, которому исполнилось 8 лет, и который ни в чем абсолютно не виноват, и мы, Ярик просто поехал, купил, там в одном у нас есть такой очень интересный, очень классный ресторан морской кухни, Ярик поехал, купил, привез это все, и мы просто посидели вот таким вот узким, тесным кругом, отвлекаясь на вот что вообще происходит, еще раз я вам скажу, просто было даже не то, чтобы, во-первых, ты не можешь ничего праздновать, не можешь никуда идти, потому что, ну, происходит что-то очень-очень-очень страшное, ужасное, и тебе страшно, тебе реально страшно, потому что ты посмотрел, что вообще произошло на йоге, и тебе страшно, и мы посидели как-то так, не хочу сказать с горем пополам, но мы вот так что-то вынули из себя, и посидели, и попраздновали, и Ильяна, по-моему, даже на свечи, свечки никакие не задувала, потому что это был еще Шаббат, а мы не зажигаем огонь Шаббат, и, в общем, или она, да, по-моему, как-то дотянула, в общем, не важно, это вообще абсолютно все не важно, и на следующий день, то есть на 8 октября, я вам уже сказала ранее, что у мамы моей было запланировано здесь гастроли, мама моя просто, я еще, когда монтировала прошлое видео, я перепутала, там был Кипр, но мама у меня запланировала поездку на Крит, там она встречалась со своей сестрой, и, в общем, вечером, вот 7 октября, и мы не знаем, что делать, мы реально не знаем, что делать, потому что в аэропорту, естественно, все, половина, половина полетов отменены, половина полетов бэй-дилей, и вообще ничего не понятно, вообще ничего не понятно, мы судорожно проверяем этот мамин рейс на Крит, на остров Крит, у меня какая-то дислекция, я путаю всегда Кипр и Крит, я не знаю почему, хоть мы были и там, и там, но, в общем, не важно, и мы не знаем, что делать, потому что мама моя запланировала просто полететь на 4 ночи и, естественно, вернуться и продолжить свои гастроли, как говорится, и тут мы не знаем, что делать, вот реально, потому что, ну, я думаю, что любой может понять, да, когда ты знаешь, что ты, где ты живешь, как ты живешь, кто на тебе, и тут еще человек, который очень-очень-очень тебе дорог, и если что, у тебя тоже ответственность за этого человека лежит, так или иначе, хоть он уже взрослый человек, вот, поэтому, мы не знали, что делать, и мама тоже не знала, что делать, но вы понимаете, что мы не знали, возвращаться ли маме, то есть, соответственно, там, с 8 по 12, у нее было октября, это все забронировано, и я говорю, мам, давай, давай-ка, давай, у меня еще были какие-то мысли потом, когда она уже долетела до этого Крита, с горем пополам, ну, то есть, потому что она целый день провела в аэропорту, и как-то из всех 30 или 40 или 50 полетов, которые были отменены в этот день, потому что и воздушные тревоги, и вообще непонятно, что происходит, ну, просто полный-полный какой-то кризис, и, в общем, мы с утра, мы с утра с мамой, я подошла к маме в комнату, мама тоже была просто в каком-то ауте, мамочка, если ты смотришь это видео, я тебя очень-очень-очень люблю, я скучаю, ты знаешь это, вот, и я зашла к маме, и вам говорит, ну, я говорю, наверное, ты бери уже все, все-все вещи, все, давай, бери, потому что, а там уже будем смотреть, ну, как бы мы, у нас было, конечно, внутреннее ощущение, что это все надолго, как я вам уже и говорила, и, конечно, очень-очень было тяжело, ну, в общем, мы с Элианой провели маму на поезд, еще, благо, поезда работали, в общем-то, мама поехала в Бангурен, в аэропорт, и целый день мы были с ней на связи, и вечером только, то есть у нее был запланирован полет, что на 3, она улетела что-то в 10 вечера или в 11, я уже не помню, ну, в общем, благо, что она вообще улетела, и я уже, уже просто ждала вот этого момента, когда мама мне напишет с гостиницы, потому что мне мама, в общем, не важно, мама у меня отдельная история, мама, я тебя обожаю, вот, в общем, как мы с сестрой тоже переживали за это все, и, в общем, она улетела, и я такая, фух, ну, в общем, все, хоть как-то эту ситуацию для себя как-то мы, ну, не чтобы сказать, стабилизировали, но немножко стабилизировали. Я вообще хочу еще раз выразить благодарность и как бы выразить свое мнение на этот счет, что как вообще нас поддерживала семья. Во-первых, сразу же друзья, которые живут за границей, Викуся моя, которая живет во Флориде, сразу написала, давайте к нам, и дедушка мой, дай бог тебе здоровья, он посмотрел мое прошлое видео, и для меня это просто вообще, я понимаю, что для вас, вы можете подумать, что я сумасшедшая, но для меня мамин папа, и вообще я его не могу называть дедушка, потому что это просто красавец-мужчина в расцвете сил и в расцвете лет, дорогой мой, любимый, единственный, дай бог тебе здоровья, я очень-очень рада, что ты видел это видео, и вообще для меня это, ну, это для меня, это как, можно сказать, что это вообще какое-то сумасшествие, но это для меня очень-очень много значит, и, ну, в общем, только я знаю, о чем я говорю, поэтому, и, значит, семья, которая в Штатах сказала, давайте приезжайте все к нам, у нас есть место для всех, семья, которая у нас живет в Германии, тоже сразу приняла, и сразу, потому что дети, которые, я вам говорила, уехали за границу за день до всего-всего этого происшедшего, они, можно так сказать, застряли в Европе, потому что полеты отменялись, и они там пробыли три недели, и слава богу, потому что уверена, что все, которые меня смотрят, которые меня смотрят сейчас и слышат меня, меня понимают, если вы не понимаете, то, знаете, у меня есть такое выражение, которое мне сказала моя, которое мне так вот сказала мне моя подруга любимая, к сожалению, которая живет очень от меня далеко, говорит, если надо объяснять, то не надо объяснять, вот, задумайтесь над этой фразой, это очень-очень интересная фраза, я вот, если мне надо что-то объяснять, я думаю ну зачем то есть если у человека и так нет понимания зачем тратить свою дорогую прекрасную очень-очень дорогую жизнь знаете чем дальше в лес тем вот хочется больше жить и тем больше хочется благодарить и тем больше хочется вообще осознавать что в любой момент реально даже момент записи этого видео как бы это страшно не звучало ну как бы все может и до свидания поэтому очень 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 я дорожу своей семьей я еще раз хочу поблагодарить всех всю нашу семью потому что как оказалось как оказалось и слышала разные истории которые мне повергали не то чтобы в шок на то что мне кажется мне кажется меня уже в шок как-то не может что-либо повергнуть потому что мы уже столько навидали столько всего уже прожили пережили есть семьи которые отказались принимать свои свои семьи и которые как бы люди потому что у нас очень много уехала израильтян сразу просто взяло и уехала и я знаете мне очень непонятно вот это вот момент когда наши израильтяне говорят вот она убежала вот они убежали это как извините меня это как когда у тебя хоть здесь есть настоящее как-то сказать настоящая угроза твоей жизни жизни твоих детей почему ты почему не является обычным и как бы само собой разумеющимся взять и у уберечь себя и обезопасить себя и свою семью и понимают что значит убежала это давайте скажем что 6 миллионов украинцев убежало это почему люди спасают свои жизни реально ребята вот кто даже у нас это жильтяне у нас тоже я такое слышал вот она взяла и убежала ну извините ну вы знаете я целую неделю хотела просто исчезнуть отсюда я просто хотела я просто взять ребенка младшего выхапку и просто увести и вот этого потому что то что опять же еще раз повторюсь мы пережили и дай бог чтобы это было единственное что мы пережили и сколько я успокаивалась на ребенка и т.д. и т.п. знаете как бы ну я не хочу даже думать своих страшных снах что мы по-моему это самое самое вообще тиви самая природная самая натуральная самое естественное что может делать родители это уберечь своего ребенка прежде всего и она конечно очень не хотела мне были тоже такие мысли я повторюсь или они восемь лет и она очень она мне несколько раз говорила что мама давай уедем но естественно что с полетами все был балаган и ты не знаешь куда как насколько куда потому что очень много израильтян уехала и деньги закончили то что очень много просто сломя голову уезжали и опять же и никого не осуждаю я очень даже понимаю этих людей и может быть даже знаете если бы муж мой был тоже на какой-то на моей волне потому что мы с ним были абсолютно на разных волнах и это очень хорошо потому что мы так друг друг дополняем да потому что ну а если двое человек думают одинаково то это может быть как бы немножко увести вас какой-то в какие-то далекие дали в прямом переносном смысле вот и мы сломя голову никуда не бежали потому что вот очень много истории было что люди через две-три недели деньги закончились и они просто начали возвращаться а здесь в принципе по сути так как бы до ситуация я не скажу что она не ухудшилась но она как-то давайте скажем как как бы это страшно не звучало на как бы стабилизировалась да вот поэтому я очень рада что мы опять же поняли ху из ху и вообще-то эти вот ситуации которые у нас последние годы случаются в нашем мире на нашей планете они как бы нам больше и больше показывают вообще кто нас окружает какие мозги то есть какие мысли какие мысли в головах этих людей нужны ли нам эти люди в нашем окружении и так далее и тому подобное несколько слов очень хочется сказать об эвакуации людей которые вынуждены были уехать ну практически весь юг уехал то ли то ли в и лад то ли в на мертвое море то есть в регионы которые более не менее спокойны потому что юг до сих пор в очень-очень-очень плохой обстановке по-моему даже 50 процентов например того же если я не ошибаюсь ашкелоны уехали и в север тоже на севере там еще хуже ситуация обстоятельства потому что там ну прям очень-очень все близко и там как я муж сказал ранее там даже сирена не успевает заработать потому что очень-очень все близко там буквально можно перекинуть там что-то пульнуть вот так вот и уже у нас будут будут потери какие-то и мы этих потерь очень-очень не хотим поэтому у нас тоже в хайфе очень-очень много это не беженцы это люди которые у нас на иврите это говорит говорят мы фу ним это люди которых ну вот нельзя может быть эвакуировали может даже это такое такое с такой можно перевод дать и позапрошлый шаббат и у нас здесь на бодгалиме у нас кстати вот родители еще очень мне так много хочется сказать не их не хочу делать третью серию я очень-очень хочу как-то это все дело сильно ой что это было уже какие-то звуки честно вот кто-то закрывает просто окно и меня уже это конечно полный трэш потому что сколько раз мы просыпались и первые дни наверное в первые две недели у нас был очень-очень очень-очень сильный шум от самолетов и эти самолеты летают на такое починишь над вами пролетает какая-то как минимум какая-то тарелка и на инопланетная или как-то за как это называется потому что я кстати слышала это когда у нас прилетел какой-то какой-то самолет его сбили в общем я тоже слышала и мы и мы иногда тоже слышим это все и первые две недели мы потом когда вот самолеты не летать например вот сейчас самолеты не летают так что круто там пролетит и такие чего-то не хватает вот этого и сейчас тоже у нас было такие такие видела посты в инстаграм что типа жители юга уже могут различить значит ракету могут различить там какую-то бомбу могут различить когда наши наши железный купол стреляет ну как бы нейтрализует ракету и гром в общем такие вот шуточки у нас конечно евреи это очень-очень интересная нация и вот то чего у них не отнять это то что мы можем смеяться в таких ситуациях ну что значит смеяться мы можем как-то поднимать свой дух в таких ситуациях которых просто думаешь господи пойти и просто выйти в окно и вообще и и и все но как-то мы еще как-то мы еще с горем пополам как там еще как как-то вынимаем себя как тот барон мюнхаузен из болота за волосы вытягиваем общем то конечно у нас возьмет еще очень много времени и нам надо конечно очень много самим собой самим нам я говорю про израильтян очень много переосмыслить всего потому что то что с нами случилось это конечно нам очень сильная по такой удар по башке я говорю именно об народе израиля об израильтянах и вообще о всех я не говорю только об евреях ой о евреях я говорю о всех израильтянах так вот то что говорила что в позапрошлый шаббат у нас родители собрались и у нас есть в классе женщина которая поет и женщина которая поет прям ну про чьяла пугачева и где которые играют на гитаре в общем я к это в инстаграм если вы не следите за мной в инстаграме может быть кто-то кому-то не интересный инстаграм я конечно там немножко подутихло потому что когда нет настроения когда не о чем писать в принципе как бы ну если вам интересно потому что я там ну со мной можно быть на связи кстати если кому-то нужно нужно что-то или кто-то что-то хочет мне спросить то я там у меня ник мой оля ви и у меня открыто все и меня там не надо какой-то реквестом посылать то есть у меня открытый профиль так что welcome я там поставил мне последний пост не за куда вы видите это но я после последний пост я сделала такой рилс, я просто задокументировала этот каблат шаббат, это мы принимали шаббат, мы просто пели все израильские такие, знаете, израильские, и также песни на английском языке, которые в тему войны, в тему appreciation, в тему ценности, важности жизни, там были и молитвы, и так далее, и тому подобное, так там были люди, которые эвакуированы, мы были с Кириат Шмуне, это один из самых-самых северных городов нашей страны, и там просто были люди, были люди, которые, как я, про которых просто рыдали без остановки, и в этом как бы мы тоже себя сейчас показываем, когда мы помогаем друг другу, и про помощь тоже я хотела сказать, два слова, да, то есть когда это все началось, когда у нас очень-очень много мобилизировалось солдат, и ребят, и девушек, и женщины, это просто, ну, мобилизировали все, которых надо было и не надо было мобилизировать, вот, и очень большая поддержка, и до сих пор присылают и еду, и то, что у нас сборы были, и там закупка всего-всего-всего-всего необходимого, мы сразу как-то сгруппировались, и мы тоже лично, я не буду рекламировать, не буду, потому что, ну, знаете, когда ты помогаешь, то ты хочешь просто помогать, и человек, который хочет помочь хоть как-то, он всегда найдет любое, как бы, да, любое, как-то сказать, он всегда найдет способ помочь, то есть мы тоже там, мы помогаем обычно, ну, материально, вот, потому что физически я была с ребенком, Ярик работал, слава богу, кстати, про работу сейчас тоже скажу, и я никуда не могла физически выйти, и вообще мы никуда за этот месяц, мы никуда не выезжали, мы никуда, мы нигде не были, то есть я один раз только одна сама ездила, только у меня был прием у хирурга, ну, просто какой-то чек-ап хирурга груди, в общем, неважно, я ездила вот буквально несколько дней назад на Меркас-Кармель, ну, то есть выезжала из нашего нейборгуда, а так, в принципе, только супермаркеты, и все, мы никуда, до сих пор не ходим, у нас до сих пор вот это какой-то стоппер, вот это какое-то, да, состояние, что там, что там на улице, что там как-то немножко страшно, я имею в виду вообще, да, за пределами города, мы еще никуда не выезжали. Так, про эвакуацию сказала, про минуты сбвения, хотела тоже с вами поговорить, хотя уже 25 минут, и я очень-очень не хочу это растягивать еще на третье видео, но давайте, давайте поговорим. Я уже вам говорила, что у меня, я лично всегда вытаскиваю себя из каких-то очень-очень стрессовых, ужасных, плохих ситуаций сама. Вот я как-то так, то есть мне редко, что может помочь, например, человек, который мне может разъяснить эту ситуацию по полкам, расставить, мне все равно нужно это все прожить, пережить, и вот не зря, да, есть вот эти вот, когда что-то случается, есть этапы, там, принятия, там, злости, там, что-то такое, в общем, вот это вот, да, вот эти вот этапы, я не помню, как это называется, не помню точно их, но точно я понимаю, почему это так сделано, потому что действительно человек, чтобы прожить, да, вот, я вот тоже 7 октября поставила в Инстаграм такую, как квоут, такое, как бы, выражение, что исцеление от боли, оно в самой боли, то есть мы должны все равно ее прожить так или иначе, если мы будем, например, куда-то уходить, какие-то забвения, ну, что-то куда-то забываться, куда-то улетать, самих себя куда-то, да, посылать, там, куда-то не знаю куда, на какие-то облака, это все равно нам не даст тех ответов на те вопросы, которые у нас есть, это все равно нас не излечит, это все равно нам не даст тех ощущений, к которым мы должны прийти, все-таки человек должен вот это вот прожить, вот это вот сам с собой перемолоть и продолжить дальше. Либо нет, либо да. То есть у тебя нет много выбора, ты не можешь в этом состоянии постоянно находиться. То есть я говорила о том, что мы в какой-то постоянном состоянии депрессии, потому что у нас нет такого, чтобы ты не думаешь об этом, ты не говоришь об этом, ты постоянно находишься в этом. И тем более, что есть люди, которые, ну, как бы ашкар находятся в этом. То есть до сих пор никуда не уехали и живут, ну, как бы как полстраны, куда им уехать, я не знаю куда. У нас тоже, знаете, это плюс и минус, то, что у нас такая маленькая страна, что-то хотела я на эту тему сказать, но, наверное, не знаю, наверное, мне нечего сказать на эту тему. Я не помню, что-то у меня было такое важное, интересное сказать на эту тему, то, что у нас хорошо и плохо, то, что у нас маленькая страна, не помню, не помню, что я хотела сказать. В общем, неважно. И вот то, что было у меня, это тоже было. Во-первых, это был панический страх. Сначала это было очень страшно. И когда я смотрела в Инстаграм вот эти вот ролики, когда у нас ехали по дороге очень-очень много танков, очень много этих мобилизмов, я не знаю, как-то по-русски нормально сказать правильно, ну, то есть милуемников наших, очень много солдат, и люди кидают им и флаги, и воду, и все, и все. И это с таким вот, с чувством гордости это все преподносится. Мне от этих роликов было очень-очень-очень страшно. Это мне, во мне это вызывало какой-то дикий страх. И я еще там написала, еще в Инстаграм написала с самого начала, что у меня половина друзей на мьют. Это есть такая функция в Инстаграм. Вы можете просто, не обязательно вам отписываться от человека, вы можете просто его поставить на тишину, как бы не видеть его. Можете не видеть сторис, можете не видеть посты, посты и публикации, whatever. И у меня половина сразу ушла, потому что я не хотела это видеть. Я не хотела видеть ужасы, я не хотела видеть вот эти вот вещи. Я выбрала себе людей, которые на такой же волне, как и я. То есть есть люди, которые осознанно выбрали просто помогать, просто какие-то посты, поддержки. Вот там мы собираем игрушки, там мы собираем то, там мы собираем, там мы поддерживаем, например, базары, не базары, а этих, господи, хаклаим, как это, фермеров, которые с юга и с севера, там и это, там и то. То есть я только вот в этих вот кругах, как говорится, кручусь и я всячески себя вот оградила, потому что еще раз могу сказать, что я все знаю, я все вижу, я не хочу видеть. И плавно я перехожу к тему... А нет, я не закончила. Я не могу переходить на следующую тему, потому что я не закончила. Я говорила про состояние. И сначала это был страх, потом это был очень-очень-очень сильная злость. Злость не ушла, она немножко потихла, но злость у меня есть на то, что случилось, почему позволили этому случиться. И я точно знаю, что позволили этому случиться. И мы, может быть, поговорим тоже на эту тему. Но, наверное, мне надо прекращать, потому что уже 30 минут. И, наверное, все-таки мы... Почему я смотрю? Потому что у меня здесь на листике есть такие тезисы, которые я выписала. И, наверное, 4 пункта я все-таки сделаю еще одно видео. Ну, меня просто несет. У меня очень-очень много хочется сказать. Поэтому придется нам еще раз с вами встретиться на эту тему. Хотя я очень-очень не хотела. И я не знаю, куда я смогу это записать. Потому что я не могу записать такие видео, когда в доме полно людей. Поэтому, наверное, я следующее видео запишу только в воскресенье. Так вот, что я хотела еще сказать. Что у меня от сильного-сильного страха было и желание просто уехать отсюда и просто не видеть, не слышать вообще ничего. И абстрагироваться полностью от ситуации я очень хотела. Потом у меня наступила очень сильная злость. Очень сильное непонимание. Очень-очень много вопросов, которые оставались без ответов. И которые до сих пор без ответов оставлены. И вопросы эти, я надеюсь, будут заданы людям, которые ответственны за то, что произошло. Я, кстати, очень многим своим друзьям писала. Говорю, ребята, нас предали, нас продали и так далее и тому подобное. И мне как-то многие писали, ну, знаешь, как-то не время сейчас. Вот у нас такой балаган. И я не считаю, что... Ну, конечно, уже все не время. Уже все, поезд проехал. Но мы об этом с вами поговорим в следующем видео. Обязательно я раскрою эту тему. Потому что... Да. И что было еще у меня... Какие у меня чувства были? У меня были чувства, что это все зря. Что это все... Вот вся эта цена, которую мы все платим, это все зря. Это никуда ни к чему не приведет. И это абсолютно все зря. И у меня было чувство такое, знаете, как это слово? Отчаяние. У меня было очень-очень сильное, глубокое отчаяние. Это пришло где-то через две недели. Я даже вот... Я еще со своей мамой говорила, мам, если ты... Ты видишь это видео, ты помнишь этот разговор, когда я вышла таки на спорт. Мы четыре дня никуда не выходили. Мы никуда не выходили четыре дня. Первый. На пятый день я сказала, все, enough is enough. Я пошла. И я делала маленькие круги вот здесь. Вот вы знаете, все, кто меня знает, вы знаете, что я очень-очень люблю спорт. А именно ходьба, именно спортивная ходьба. Я ее немножечко... Как это сказать? Нет, кретинизм. Немножко забываю слова. Я ее... Значит, я иногда включаю бег, ну буквально там на две-три минуты. И потом опять спорт. Но я очень, ну, то есть очень так быстро иду. И это единственное, что я вот так для себя, потому что я перепробовала всяко-разно. И для меня это очень-очень важно. И это мне чистит мозг. Это выбивает дурь с моих мозгов. И т.д. и т.п. И тогда я только могла ходить вечером, потому что ребенок был дома. У нас вернули школы на позапрошлой неделе. Мы вернулись только на прошлой неделе. И я тоже затрону эту тему, наверное, и мы потом будем с вами прощаться. Вот. И я вышла, и я на какой-то там пятый, шестой, седьмой день, не знаю, мам... Не, по-моему, мама моя уже была в Лос-Анджелесе, да. Ну, короче, не важно. Это все сейчас, опять же, не важно вообще, когда это что было. Ну, у меня был такой, знаете, день, когда я просто была на полном, на самом-самом глубоком дне. И я маме тогда позвонила. Говорю, мам, ну ты прости, но у меня сегодня будут такие... У меня сегодня такой разговор будет с тобой. У нас был очень... Ну, не то чтобы тяжелый разговор, а мама просто плакала и говорила, что, блин, вот давайте приезжайте, потому что... Ну, я говорила, что мы еще пока не знаем, что сработает, что куда, что... Мы не знаем, мы в состоянии... То есть ты не хочешь, вот, знаете, вот ты не хочешь делать какие-то такие вещи, когда с языком вот так вот куда-то бежать, куда-то что-то делать, какие-то решения, которые вот неосознанные принимать. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, это нормально в такой ситуации. То есть тебе нужно все, как у нас на столбах поразвешивали, кроме фотографий... Кроме фотографий 240 людей, которые эти похитили, из них 30 детей до 16 лет. Эта тема тоже, она мне очень-очень режет душу. Кроме этих фотографий, у нас поразвешивали такие, знаете, как отрывать, такие... То есть тебе можно, тебе можно плакать, тебе можно кричать, тебе можно злиться, тебе можно... Тебе можно все, потому что в таких ситуациях нам реально можно все и, ну, естественно, в рамках разумного. Но и то, что тебе может помочь, ты можешь делать, потому что лишь бы помочь себе как-то, лишь бы, лишь бы, ну, то есть, лишь бы мне покружаться вот в этот ад и в это забвение, то есть. И мама тогда говорила, типа, вот Оля, приезжайте, та-та-та, я ей говорила, мама, ладно, давай мы как-то переживем как-то это. Но у меня, я очень-очень четко помню этот день, это было какое-то воскресенье, я помню, когда я была просто в полном отчаянии. И я просто, у меня вот такое бывает очень редко, я законченный оптимист вообще по своей сути и вообще по своему, по видению, по своему видению мира и так далее и тому подобное. Для меня это было очень неприсуще, и тогда я достигла именно дна в своем сознании. И оттуда только наверх, и оттуда только вверх, и я выгребла себя, потому что я слушала всякие разные беседы и подкасты, которые не связаны, кстати, с войной, не связаны с нашей ситуацией. Я просто слушала, потому что я вам говорила, да, то есть, если у вас идет вопрос, запрос и желание себе помочь, потому что я думала, боже мой, ну, что мне поможет, ну, как мне, что мне может как-то поднять мою мораль, и, как у нас говорят, да, поднять мораль. Это просто на иврите говорят, и поэтому я это вам так перевожу, но это очень так интересно переводится, если прямой перевод, то это очень даже и правильно. И я просто послушала некоторую беседу одной женщины, девушки, ее зовут Батель, и опять же у этого чувака, у этого бен-бен-баруха, у него просто подкастное интервью, и она рассказывала историю, как она родила, она на Мухаткума, она, ну, карлик, в общем, она карлик, но она, она у нас актриса, и там, и на радио она вела и диджей, она у нее даже, она даже выступала на TED, все, кто знает, что такое TED, знают, что это. В общем, у нее тоже была там лекция такая 20-минутная, и она рассказывала, что у нее, когда родился у нее ребенок, было очень все сложно и плохо, и там были всякие разные, значит, риски, и она сидела вот в этой эпогее, то есть когда ты сидишь, и у тебя дети в этих инкубаторах, и она говорит, с кем-то она разговаривала, не помню с кем, говорили там тоже про веру, про Бога, и про, про вообще, как она это все видит, и мне это очень помогло, кстати. Я человек, давайте скажем, я не религиозный человек, но я верующий человек, но я верую, кстати, эта тема тоже очень-очень интересная и классная, ну, он уже у нас собачий, собачий район, собачий район, эти собаки лают, ну, в общем, она, значит, говорила о том, что сидела она рядом с каким-то человеком, не помню уже, кто это был, и она говорит, ну, посмотри, вот он плачет там, я хочу ему как-то помочь, и как я ему помогу, вот он один, он совсем один, он совсем один, он говорит о человеке, и это говорит, я не помню, кто это был, это ее или муж, или просто там человек, который сидел, говорит, он не один, с ним Всевышний. И я так, когда я слушала это, я мыла посуду, я не помню, что я делала, и меня это просто осенило, и я такая, а перекладу я, перекладу или переложу, перекладу, а давайте вот ответственность за вот это все я туда, я переношу на Всевышнего. Это очень такая, да, очень, можно сказать, утопическая мысль, но, в принципе, это основа вообще нашей религии. И еще раз, я не религиозный человек, но я верю, и в то, что я верю, я знаю, что оно есть, я знаю, что оно помогает, и я, мне так стало хорошо, мне так стало. То есть вот это вот выражение, да, делай, что должен, и будь, что будет. Вот это вот заезженная вроде бы фраза, но она так хорошо ложится вообще во всю вот это вот все, что с нами происходит, и мне прям так как отлегло. И я просто поняла, что вот оно, вот то, что я искала, вот этот вот ответ на мой вопрос, на мой запрос, как мне себя вытащить из этой глубокой ямы отчаяния, оно мне очень-очень помогло, и я, знаете, мы сделаем максимум то, от чего, максимум, что, господи, максимум, что от нас зависит, но мы не можем контролировать все, мы не можем контролировать всю эту ситуацию, мы не можем, мы не Господь Бог. Поэтому, девочки и мальчики, спасибо вам огромное за то, что досмотрели это видео до конца. У меня еще есть несколько тезисов, в которые я хотела поговорить. Есть тезисы, о которых мы поговорим в следующей, на следующей нашей встрече. Вообще, интересно было бы сделать такой лайв, да? Если кто-то, может быть, хочет прямое включение, то есть лайв, когда я могу отвечать вам на вопросы, и, может быть, можно это сделать даже где-то на следующей неделе, то пишите в комментариях, если вам такое будет интересно, и придете ли вы. Я хочу поговорить о мировом мнении и о всех этих демонстрациях, которые происходят в поддержку всех сторон. Я хочу поговорить о том, кто, на мой взгляд, виноват. Обсудить с вами фильм «Не смотри наверх», куда бежать, что делать. И я бы хотела с вами вместе такое заманифестировать и запрограммировать наше будущее. Поэтому, ребята, большое вам огромное спасибо, благодарность. И вообще все-все-все-все-все-все самые лучшие, все самые теплые, все самые слова добрые, прекрасные. И я желаю всем самого-самого всего наилучшего. Смотрите поменьше новостей. Я знаю, что есть люди, которые просто пристрастились к новостям. Но мы уже обсуждали с моей. Лина, если смотришь меня, тебе огромный привет. Новости. Запомните, что куда внимание, туда энергия. Я не подпитываю ни один эгрегор вот этот вот никаких новостей, никаких вот этих вот всего. Но мы об этом с вами еще поговорим. Видимо, у нас нет выбора. И встретимся еще, наверное, в третьей части по этой теме. Сегодня у нас четверг. Завтра у Элианы в школе будет день рождения. И мы должны сделать два торта, потому что у нас есть веганы, дети, которые веганы. Поэтому мы сделаем один тортик веганский, один тортик такой. И вообще, обращайте больше внимания на хорошее. Просто замечайте, красивое. Созидайте. И мы все пройдем. Мы не такое проходили, поэтому мы это пройдем. Это еще одно испытание, которое испытывает сейчас человечество. И давайте каждый будет думать только о хорошем. И пусть все у нас будет хорошо. И пусть все вернутся домой живыми и невредимыми. Встретимся с вами в следующем видео. Всем хороших выходных. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok